Друзья, то, чем я поделюсь с вами сегодня, должно потрясти вас в хорошем смысле. Я покажу вам знамение времени в Писании и докажу, что мы живем в последнее время. Это должно помочь нам подготовиться к скорому возвращению Иисуса. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом! Я Синтия, жена Равина Шнайдера. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь, когда Равин Шнайдер будет проповедовать Божье Слово. Божьих благословений и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Сегодня мы поговорим о последнем времени, а именно о Великой Скорби, которая в еврейской Библии известна как «Бедственное время Иакова». Мы продолжаем новую серию проповедей под названием «Расшифровка книги Откровения». Нам важно понимать, что говорится в этой книге. В первые и последних главах этой книги Иисус говорит, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Друзья, нам важно понимать, какие тяжелые времена ждут не только эту страну, но и весь мир. Это не проповедь какого-то проповедника-пессимиста. Я люблю жизнь и наслаждаюсь всем, что дал Господь, но нам также важно знать, что говорит Слово Божие. Оно говорит, что в последние дни наступят времена по-настоящему тяжкие. Иисус говорит об этом не только в Евангелиях, но и в книге Откровения. Я не буду тратить время на то, чтобы повторять то, что мы уже прошли в прошлых выпусках. Вы можете сами посмотреть и послушать все это. Информацию о том, как это сделать, а вы получите в конце этой программы. Также вы можете найти это учение на сайте нашего служения совершенно бесплатно. Мы говорим о том, как еврейская Библия соответствует словам Иисуса о Великой Скорби и Последнем Времене. Продолжим с того места, на котором я остановился в прошлый раз. Исайя 24 глава. С 3 по 6 стих. Послушайте Слово Божие. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена. Ибо Господь изрек Слово Сие. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили закон, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Никому не нравится слышать такое. Многие хотят слушать лишь то, что приятно их слугу. Но, друзья, нам нужно решить, Слово Божие это истина или нет. Бог праведен, а каждый человек лжив. Книга Откровения тоже говорит о том, что на землю будет излит огонь. Когда Иисуса спрашивали о последнем времени, Он говорил, что это будет как во дни Содома. Бог принесет на землю наказание, потому что больше не сможет терпеть такое искажение Его образа. Мы были созданы по Его образу. Бог желает, чтобы небо и земля стали едиными. Если помните, то именно так Иисус учил нас молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Поэтому конечная цель Бога в том, чтобы небо и земля стали едиными, то есть, чтобы земля отражала небеса. Но земля стала настолько оскверненной, что уже достигла точки невозврата. И теперь уже единственный способ исправить это — очистить землю, чтобы мы могли начать все заново с новым небом и новой землей. Давайте детальнее разберем начало этого ужасного времени, когда земля не только будет в огне, но также будут происходить землетрясения, моры, эпидемии и войны. Это будет полнейший хаос. Бог, который поддерживает порядок, отойдет в сторону, и на землю вылезет всякая гадость. А сейчас я хотел бы обратиться к словам самого Иисуса, о том, как именно все это будет происходить. Для этого давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Я собираюсь читать с 5 по 12 стихи, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». Что это означает? «Христос» — это греческий эквивалент еврейского слова «машех», что означает «помазанный». Иными словами, Иисус говорит, что появится много лжеспасителей, много харизматичных личностей, которые будут заявлять, что у них есть все ответы, но это будет ложью и обманом. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят». Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. «Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Иисус говорит, что таким будет время перед концом, но это еще не конец. По словам Иисуса, в это время будет много хаоса и неразберихи. Мы будем слышать слухи о различных вещах, но заметьте, что сказал Иисус. Он сказал, «Когда услышится все это, не бойтесь». Включая вечерние новости, мы слышим об одной катастрофе за другой. Мы слышим о том, что какие-то страны вооружаются ядерным оружием. Мы слышим о том, что наши враги могут отключить электричество по всей нашей стране. Нам говорят, что наши компьютерные системы, к примеру, система GPS, координируют со спутниками в космосе. Но ничто не защищает эти спутники. Хотя от этих спутников зависит очень много в нашей стране. Даже наша армия. есть вероятность того, что эти спутники, которые нам так необходимы, могут быть отключены какими-то вражескими силами. Когда мы слышим все эти вещи, они могут вызывать в нас страх. Но Иисус сказал, «Когда услышите обо всем этом, не бойтесь». Послушайте это еще раз, потому что Я хочу, чтобы вы ухватились за это. Далее Иисус будет перечислять много негативных вещей, но, слушая все это, мы должны помнить, что не нужно бояться. Итак, мы читаем. Также услышите о воинах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезни. Иисус подчеркивает, что это лишь начало болезней или родовых схваток. Поэтому не бойтесь. А еще Он предупреждает, что будет еще хуже. Откуда мы знаем, что будет еще хуже? Потому что Он говорит, что это начало болезней или схваток. Давайте подумаем немного о том, что такое схватки. Каждый, у кого есть дети, знает об этом лучше меня. Но все согласятся со мной, что перед самыми родами женщина что-то чувствует. Она чувствует боль и спазмы. Начинаются схватки, потому что ребенок уже на подходе. Часто бывает так, что женщину привозят в роддом, а доктор говорит, «Нет, еще не время рожать. Пожалуйста, езжайте домой». То есть боль появилась, но еще не время рожать. А как понять, что время настало, когда схватки становятся все интенсивнее, а также интервал между ними сокращается? То есть они происходят все чаще и чаще. Иисус говорит, «Когда увидите, как страны восстают одна на другую, как появляются ложные мессии, происходят катастрофы, проповедуются ложные Евангелия, вот тогда знайте, что так и должно быть. Но это лишь начало схваток. Будет еще хуже, но бояться не стоит, ибо тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать». Многие из вас слышали шутку о том, что в нашей жизни можно быть уверенным лишь в смерти и в налогах. Сегодня я хочу говорить с вами о реальности смерти. Многие люди предпочитают не думать о том, что им неприятно, притворяясь, что все это не по-настоящему. Они прячут голову в песок и убеждают себя, что это чья-то выдумка. Потому что мысль об этом приносит им дискомфорт. Но это глупо. Удобно нам думать о смерти или нет. Смерть реально. Недавно я был на похоронах. Когда я смотрел на человека, лежащего в гробу, для меня было совершенно очевидным, что тела, в которых мы живем, всего лишь временные сосуды. Человек в гробу выглядел прекрасным. Его загримировали, надели на тело костюм. Но, послушайте, его уже не было в теле. Личность, которой он являлся, уже была не там. Правда в том, что однажды нам с вами придется оставить свои тела. Возможно, это будет скоро. Мы должны быть готовы к этому. Иисус сказал, верующий в Меня, даже если умрет, оживет, если вы не вложили в себя всецелого Иисуса, если вы не активно ищете Его, из вашей любви к Нему, то сейчас у вас есть возможность посвятить Иисусу свою жизнь. Если вы чувствуете, что Бог касается вас, тогда я прошу вас, помолитесь со Мною прямо сейчас. Скажите такие простые слова. Дорогой Иисус, я верю, что Бог любит меня, и что Он послал тебя умереть на кресте вместо меня, чтобы мне не пришлось принимать наказание за мой грех. Я прошу тебя простить мне мои грехи. Я приглашаю тебя, Иисус, войти и жить во мне. И я выбираю посвятить свою жизнь тебе. Помоги мне следовать за тобой. Сообщите нам, если вы только что помолились этой молитвой. Мы порадуемся вместе с вами. Шалом! Вернемся к нашей программе. Итак, мы продолжаем читать. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие и друг друга будут предавать. И многие лже-пророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус говорит, поскольку цена заследования за Ним и отстаивание истины станет очень высокой, многие отойдут от Бога. Слишком многие верующие уже сегодня не готовы сказать, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Почему? Из-за гонений, которые ждут их за это. Когда я говорю, что без Иисуса человек пойдет в ад, я получаю очень много негатива, сопротивления и ненависти в ответ. Поэтому даже, чтобы говорить это, нужно посвящение и смелость. Об этом и говорил Иисус. Именно это и нужно будет, чтобы выстоять вместе с Ним в последнее время. Когда мы отстаиваем истину не того Иисуса, которого мы сами себе придумали, а Иисуса из Слова Божьего. Нет другого Иисуса, кроме того, что в Слове. Многие люди называют себя христианами, но христианство и Иисус, в которого они верят, совсем не Иисус из Слова, а какой-то другой Иисус. Это Иисус, которого они сами себе придумали. Это Иисус, который не требует соблюдения моральных норм и мирится со всем. Это Иисус, принимающий всех, независимо от их покаяния. Это Иисус, который церпимо относится к любому поведению и никого не осуждает. И в этого Иисуса даже не обязательно верить, чтобы попасть на небо. И такие люди называют себя христианами. Друзья, если вы не верите в того Иисуса, что представлен в Слове, то вы не христиане в библейском смысле этого слова. Единственный способ познать Иисуса это через Слово. Иисус сказал, слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. А Павел сказал, если кто-то будет проповедовать вам иное Евангелие, не то, что мы вам проповедовали, то оно не настоящее, и его нужно отвергать вместе с тем, кто его принес. Если вы будете отстаивать настоящего Иисуса и Иисуса из Слова, то это означает, что вы будете страдать. Иисус сказал, что за Него вас будут ненавидеть. И многие люди, называющие себя христианами, откажутся отстаивать настоящего Иисуса. Они не будут говорить о том, что есть ад. Не будут говорить, что Иисус – единственный путь к Богу. Можете верить в другие религии, вы все равно попадете на небо. Сейчас так говорят даже многие проповедники. Вот почему Иисус сказал, что любовь многих охладеет, а тех, кто останется с Ним, ждет ненависть со стороны окружающих. Друзья, мы уже входим в это время. Очень многие церкви отошли от проповеди истины. Они хотят проповедовать лишь то, что люди примут. Помню, как один проповедник рассказывал мне, что переживает о том, как он будет проповедовать в своей церкви, потому что он приготовил очень серьезную тему. Когда мы увиделись позже, я спросил его, как дела с той серией проповедей, которую он планировал начать, и он ответил, что перестал проповедовать об этом, потому что люди не хотели это слушаться. Мы должны отстаивать истину. Мы должны отстаивать истину. Теперь хочу прочесть вам кое-что из книги Исаии. Осознайте, насколько это важно, и укоренитесь вы Иисусом. Обретите уверенность в Его слове и наполнитесь смелостью и мужеством, чтобы вы могли выстоять в трудные времена. Исаия, 24 глава. «Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю». Иными словами, люди могут попытаться убежать от катастроф, они могут уехать в отпуск на Гавайи, но их это все равно настигнет. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. Тут сказано, что придет такая катастрофа, от которой никому не удастся убежать. Исаия говорит, что этой катастрофой будет землетрясение, которое пройдет по всей земле, и оно не будет похоже ни на одно землетрясение в истории человечества. Давайте поразмышляем об этом немного. Скажите мне, землетрясения реально? У нас когда-нибудь были землетрясения? А очень сильные землетрясения были? Так почему же нам так сложно представить, что будет настолько сильное землетрясение, что мир разделится на части? Послушайте, что сказал Иисус в книге Откровения 16 главе, в 18 стихе. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Это то же самое, что мы читали перед этим. «Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, так великое. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать Ему чашу вина ярости гнева Его». А еще в Откровении 6 главе, 12 стихе написано, «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосеница, и луна сделалась, как кровь». Друзья, все это вполне реально. У нас уже были землетрясения, и довольно сильные. А это будет такое сильное землетрясение, что таких еще раньше не было никогда. Оно станет абсолютным началом конца. А в конце этого стиха мы также читаем о космических феноменах. Иоанн пишет, что солнце не будет давать света, а луна превратится в кровь. Мы читали о кровавых лунах и о других космических феноменах. Иисус тоже говорил об этом в Евангелии от Матфея. Это 24 глава, 29 стих. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». То же самое говорил и пророк Иоанн. Послушайте его слова из 2 главы, 31 стиха. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что это не мифы и не сказки. Петр говорит об этом в своем послании. Он говорит, «Это не миф и не росказник, это реальность. Я был рядом с Иисусом на горе преображения, когда Иисус начал светиться. Я видел это своими глазами». Иоанн пишет, «Я видел его и прикасался к нему, и именно его я провозглашаю вам». Он говорит, «Это не какая-то выдумка». Вот как именно я получил это откровение. Я был на острове Патмос, куда меня выслали за мою веру. И в день Господень мне было видение, и оно было дано мне, чтобы поделиться им с вами. Бог держит историю этого мира в своих руках. А что касается появления этого мира, мы говорим, что был большой взрыв. Может, он и был. А если он был, то откуда он взялся? Что стало его причиной? Бог — первопричина всего. Он создал этот мир, и у него есть предназначение для этого мира. И он движется сквозь время, чтобы исполнить свои цели на этой земле. Он очистит мир от греха. И мы увидим все эти вещи, когда начнется Великая Скорбь. Я верю, что исполнение всего этого начнется уже в этом поколении. Именно поэтому я призываю вас сегодня. Будьте готовы. Ободритесь. Относитесь к Богу серьезно. Относитесь серьезно к Его слову. Покайтесь во грехе. Отрекитесь от плотских похотей. Развивайте свои отношения с Иисусом, потому что Он любит вас. И Он имеет для вашей жизни такой план, который вы и представить себе не можете. И Он совсем скоро придет за нами. Нам остается лишь исполнять слова ветхозаветного пророка. Праведный своей верою жив будет. Шалом, друзья! Равин Шнайдер, я уже второй раз пересматриваю вашу серию проповедей по песне песней. Она так благословила меня и помогла лучше понять характер и любовь Бога. Бог всегда казался мне мстительным, Богом из Ветхого Завета. Но теперь чувствую, в моем сердце произошло исцеление после просмотра ваших видео. Чувствую себя сильнее и увереннее. Я знаю, что евреи имеют более полное понимание Слова Божьего. И поэтому обязательно буду продолжать поддерживать ваше служение. С уважением, Дебби. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке, тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи, пусть Бог благословит вас, Иисус любит вас. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность — возможность давать. Иисус сказал блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе — даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Шалом, друзья! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга откровения расшифрована. От Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровения расшифрована». Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране, или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровения сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова